Показательные выступления военнослужащих морской пехоты открывают турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом в Севастополе. Ставшие когда-то традиционными для нашего города соревнования несколько лет не проводились. В этом году турнир на кубок командующего проходит на ринге спортклуба ЦСКА. Хотел бы пожелать всем сегодня победить, но как правило будет все равно один побежденный. Хотелось бы, чтобы наш турнир закончился без травм. Желаю всем успехов. Турнир на кубок командующего Черноморским флотом объявляю открытым. В Севастополь приехали лучшие боксеры из разных регионов России. Победители в домашних турнирах. Против сборной Крыма и Севастополя сражается сборная команда Российского студенческого спортивного союза. Сегодня студенты, завтра военнослужащие. Но мы почему и взаимодействуем со спортивными клубами боксерскими, чтобы наши спортсмены никуда не уезжали. Они должны оставаться в Севастополе, на Черноморском флоте, но и в Крыму, естественно. Потому что Черноморский флот – это не только Севастополь, это весь Крым. Нам хорошо, потому что они дают зачеты и хорошие медали. И им хорошо, потому что они проходят службу в вооруженных силах. Ну и параллельно еще учатся. На ринге с видом на Севастопольскую бухту сражаются мастера спорта международного класса, чемпионы вооруженных сил России. Каждая из них – гордость севастопольского бокса. Открывает турнир поединок севастопольца Валентина Пьянкова и спортсмена из Екатеринбурга Евгения Ляшкова. Гостю с Урала не позавидуешь, ведь ему противостоит чемпион вооруженных сил России по боксу. Валентин Пьянков будет представлять нашу страну на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих. Поэтому Евгений Ляшков достойно принимает поражение. В поединке единогласным обречением судей победу по очкам одержал Валентин Пьянков, красный урагинга. Для меня поединок в целом прошел неплохо. Ну, то есть, бой я проиграл. Но задание тренера, считаю, что выполнил. Думаю, надо немного добавить технической составляющей. Немного сумбура было сегодня. В плане боя немного тяжеловато было. Из-за того, что жарко на улице, солнце. Мне кажется, немного сказалось. А вообще в Севастополе очень нравится. То есть, мы вчера целый день тут были. Много погуляли. Среди участников турнира представитель боксерского клуба «Фиолент» Дмитрий Шиповский. Он выступает в составе сборной Севастополя и Крыма. Также его ждет важная миссия – представлять Россию на летних Олимпийских играх в Токио. Совсем недавно Дмитрий Шиповский вернулся со спортивных сборов. Поэтому к поединку с боксером из Якутии подготовлено отлично. Результат – победа. Причем даже для самого Дмитрия неожиданно быстрая. Я даже ничего не успел понять. Как-то все быстро произошло. Я хотел всю дистанцию пройти, хотел продышаться. После сбора, в принципе, хорошо. Думал, продышусь, все хорошо будет. А тут так получилось. Сейчас уже отдохну после этого. Посмотрю бой и разберу, где что ошибался. Ошибки разберу. Надо тоже поработать на чем-нибудь. Ошибки по любому были. Почетный гость турнира – чемпион мира по боксу по версии WBA с 2012 по 2018 годы Денис Лебедев. Он уже более 20 лет каждый год посещает Крым. По наставлению отца Денис Лебедев пошел в бокс, а теперь не представляет свою жизнь без этого вида спорта. Ты научишься себя преодолевать вот здесь, вот в ринге, на тренировке, ты научишься преодолевать трудности и в жизни. Это только на первый взгляд кажется, что вот бокс – это только кулаками махать. Нет. Это много еще сопутствующих вещей. Это уважение к старшим, это уважение к друзьям, это коллектив, это все. Гигиена спортсмена, это вовремя встать, вовремя лечь спать, дисциплина. А где дисциплина, там успех. Кубок командующего Черноморским флотом завоевала сборная Крыма и Севастополя. Из девяти поединков наши спортсмены одержали семь побед. Один бой закончился ничьей и лишь один поражением.